В пятый раз Беларусь посещают представители Архангельского регионального учебно-поискового центра. В этом году автопробег по Витебской области проходит в рамках проектов «Герои земли Поморской. Они погибли за Беларусь» и «Шаг навстречу, сохраняя память о войне». Цель визита – посещение захоронений, а также обмен опытом и налаживание контактов с белорусскими коллегами. Сегодня на территории Республики Беларусь захоронено более двух с половиной тысяч россиян. Они посещают захоронения, благоустроивают могилы и отдают дань уважения и памяти. Такие встречи, которые направлены на знакомство, передачу опыта молодому нашему поколению, они очень актуальны и важны. Архангельск связан с Витебской областью не только историей, но и добрыми и дружественными отношениями. В пробеге принимают участие как педагоги, дети-курсанты, так и родственники солдат, погибших на белорусской земле. Минутой молчания на мемориальном комплекте «Звезда» представители Новополоцкого госполкома и гости города почтили память воинов и мирных жителей, чью жизнь унесла Великая Отечественная война. Нас связывает война. Наши деды, прадеды воевали вместе рука об руку, и две с половиной тысячи земляков наших осталось на полях сражений именно в Республике Беларусь. И огромная цифра, половина из них, 1253 человека, осталась именно в Витебской земле. Поэтому наш автопробег для наших детей очень значим, ведь многие из них связаны с Белоруссией родственными корнями. У кого-то здесь погибли прадеды. Конечно же, это очень значимо для нас. Это и обмен опытом. Это не только посещение воинских захоронений, хотя это главная наша цель, но это и обмен опытом. Нам есть чему поучиться у вас. За ближайшие две недели гости из Российской Федерации планируют посетить также Полоцкий район, Верхнедвинск, Браслов, Поставы и Глубокое. Огромное количество захоронений требует постоянного ухода и поддержания порядка. Этим в нашей стране занимаются не только предприятия и учреждения образования, но и инициативные жители городов и деревень. Мы благодарны всем погибшим солдатам, всему населению, которое погибло, мирное население Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. Мы приехали сюда поклониться, отдать дань памяти, сказать спасибо вашим героям. Кроме того, очень много уроженцев Архангельской области похоронено здесь, на Витебской земле. И огромное спасибо каждому жителю, потому что, когда видишь мемориалы, одиночные захоронения и ощущение, что за ними ухаживают родственники. Хотя родственники находятся далеко, а порой их совсем уже нет. Когда мы приехали, нас очень тепло встретили. Мы показывали свои концерты, людям очень понравилось, хлопали, нас благодарили, говорят, что мы молодцы. И это очень приятно слышать. Поднимается, мне кажется, мотивация еще больше делать. Уже вечером во Дворце детей и молодежи на дружескую встречу собрались учащиеся школ города. Курсанты и педагоги из Архангельска привезли с собой концертную программу для новополачан. Каждый номер вызвал неподдельные эмоции зрителей. Мы вовсе не тени безумные, мы ветер и плит журавлей, погибшие в небес за Родину, становятся неполны дней. Представители Архангельского регионального учебного поискового центра уже завтра, 9 августа, отправятся в агрогородок Кушлики, где также есть захоронение их соотечественников, погибших в годы Великой Отечественной войны. Одна история двух далеких городов ложится в основу крепкой дружбы и поддержки для сохранения памяти о великом подвиге народа.